У меня такое чувство и периодические споры со второй половиной, когда я говорю, вот знаешь, ради детей пора сваливать. У меня патриотки и дети, три девчонки, они страшнее патриота, чем я. То есть это вот просто страшный российский патриот. То есть они мне говорят, мы не хотим. То есть ему очень нравится Париж, да, ему очень нравится Чикаго. Но они говорят, нет, мы будем жить в Москве. И супруга также. То есть патриотка, которая говорит, нет, вот ты, если хочешь, ты можешь, конечно, поехать. Она же знает, что я без них не поеду. Ну, вы знаете, это дело, конечно, сугубо добровольное. Но я как раз должна сказать, что я из-за обратной истории сама вот пришла. Если вы меня спросите, откуда я взялась с этими своими тараканами в голове на предмет этой самой коррупции. Вот мы нашли эту российскую организацию, Центр антикоррупционных исследований и инициатив. В декабре 99-го года с друзьями, с коллегами замутили. Как раз я бросила Париж, я там работала, занималась изучением. Чисто работа такая исследовательская в научной организации подразделения. Взаимаясь с наукой. Организация экономического сотрудничества и развития коррупцию изучала, там какие-то рекомендации формулировали. И мне в какой-то момент показалось, что крайне важно вернуться и делать что-то там, где надо, а не со стороны там поплевывать вот в эту большую помойку, говоря, что вот в этой теме никогда ничего не изменится. И я, как ни странно, при том, что знание за эти 10 лет у меня, в общем-то, приумножилось, и не могу сказать, что у меня волосы на голове иногда не шевелятся, когда к нам приходят, у нас есть приемные, куда приходят люди, у нас в Москве есть, во Владимире, в Воронеже приемные. Когда я слышу эту историю, у меня волосы там поднимаются дыбом, потому что вот сидит реальный человек, и хочется пойти уже, пойти и вот набить морду там той тетки, которая отказала там вместе в детском садике. Причем, почему отказала, непонятно, потому что могла бы. Ну вот, и вот она вот такая, да. Там какие-то отнимания у стареньких бабушек, их несчастных шестисоток. То есть люди-то приходят вот с таким, с банальным, а потом приходят бизнесмены весь такой... С житейским, не банальным. Но он страшным и житейским. И от этого еще более страшным, потому что житейским, потому что у половины наших слушателей есть шесть соток, и в один прекрасный день кто-нибудь решит что-нибудь построить рядом и скажет, ну и ладно, не будет у вас больше шести соток. И от этого страшно, потому что это какой-то такой вот, знаете, как дверь открыть, руки помыть. Воздухом подышать. Да, для них это какая-то такая совершенно бытовая история. А потом приходит предприниматель, который рассказывает горящими глазами, что вот я буду делать честный бизнес, я вот там плитку произвожу, я там еще какие-то диоды произвожу. Ну какой-то реальный бизнес. Не такой вот там быстро-быстро вложить, быстро-быстро постричь купоны. Хотя здесь мозги нужны. Ну там как-то вот с этим честностью и там этичностью изначально есть вопросы. А мы говорим такой вот, приходят такие классные ребята, старший, младший, неважно. Вот я буду делать бизнес, я вот там буду производить, я вот такой придумал там штуку, мы будем перегонять это в молоко, превращать там, не знаю, в взбитые сливки прям на глазах у изумленной общественности. И проходит какое-то время, и приходит вот этот человек, спустя там, я не помню, 5 лет продержался, и говорит, все, продал. Кстати, ну не без прибыли, продал компанию, закрывался, не могу. На мой вопрос, почему? У тебя же глаза горели, ты эту плитку какую-то там хотел делать, какую-то супер-пупер круче итальянскую. Он говорит, ты знаешь, бизнес превратился в хобби. Я-то думал, я буду развиваться, а получалось так, что все, что я зарабатываю, я раздаю каким-то посторонним людям. Не вот детям своим, там, что-то дополнительно там вкладываю в образование, не в развитие, в производство, не в инновации, которые я придумал. А вот когда, значит, я все это сделал, потом ко мне раз пришли, у них то выборы, то тротуар перемастить, то просто пришли, то говорят, вот у вас это неправильно, то у вас вот тех регламент нарушен. И вот я все это раз раздал на круг, два с меня собрались, три. Да, что-то остается, нельзя сказать, что бедствую. Ну, идиотизм в ситуации просто заставляет, ну, кто-то остается, кто-то встраивается, кто-то находит каналы, кто-то приобретает крышу административную, там, находит знакомых и друзей. Все по-разному к этому относятся. Но общее вот это отношение, что ну, сколько можно, оно действительно присутствует. И вот несмотря на то, что я все это вижу и знаю, и довольно часто с этими людьми общаюсь, и мы стараемся помочь, в общем, в каждом отдельном случае, насколько общественная организация в России вообще может кому-нибудь помочь с нашим собственным, в общем, так себе положением. Я все равно считаю, что надо это все делать, потому что вы сказали слово «дети», понимаете, вот, то есть добить все это до полного беспредела, бросить, все равно им придется оставлять родину. В смысле, мы им оставим родину, им в пользовании, в управлении. Оставлять не в смысле уехать, а... И мы там состаримся, будем сидеть с вами на лавочке, и вспоминать дни иные, и им придется в этом жить по-настоящему. Ну и хочется, чтобы как бы они получали что-то лучшее, чем то, что получили мы. И в этом смысле, вот как раз я говорила про причины какие-то. Мы же действительно в стране упустили какую-то парадоксальную вещь, мы никогда ее не сделали. Мы вот сейчас, к 2010 году, мы там и приватизации провели, экономические реформы, такие реформы, там национальные проекты, социальные какие-то реформы. Мы 30 раз реформировали нашу там социалку здравоохранения, образование, классы увеличивали, классы уменьшали. Что мы не сделали? С чем мы с советским пришли? Вот у нас просто советское. Вот как оно было, так и осталось. Государственная служба. Причем ударение на слове «государственное», да? Не на слове «служба». И когда, знаете, очень бывают смешные истории, когда я рассказываю там про принципы, на которых должно строиться настоящее, не коррумпированное, прозрачное общество, там три принципа. Банальные, заезженные уже теперь до дырок, прозрачность, подотчетность, порядочность. И когда разговариваешь с чиновниками, ну, я до порядочности редко доходят, потому что тут как бы вне контекста зачастую бывает. Но для меня был первый раз сумасшедший шок, что когда я говорила подотчетность, они свято уверены были, что я говорю про подотчетность нас, граждан, ну, посредством налогов, там, права порядка, им. А мы-то хотим от них подотчетности, что они там делают для нас. И это страшная история на самом деле, потому что они концептуально не понимают базовые вещи, которые любому нормальному человеку, живущему в 21 веке, должны быть понятны. — По принципу, это о чем вы? — Когда... Я до сих пор помню эти истории, когда там в начале 2001-2002, да, в общем, с людьми довольно высокопоставленными и неглупыми, и образованными обсуждали проблему конфликта интересов. Ну, есть такая тематический раздел в противодействии коррупции, да? Регулирование и избежание конфликта интересов. И они вроде как термины сами эти понимают. Они их в книжках читали, там, конфликт of interest, да, там, потом начинаешь разговаривать и понимаешь, что у человека концептуально нет представления, почему это плохо иметь бизнес где-то там, припрятанный параллельно с государственной службой, с основной работой. Почему это плохо, что ты вот работаешь и регулируешь какую-то сферу нашей жизнедеятельности, а у твоей супруги, брата, свата, мамы, папы бизнес в той же сфере, в которую ты регулируешь. Не то, что, то есть они как раз понимают с точки зрения права, почему это плохо, потому что тут вот могут, могут вот тут вот претензию предъявить и так далее. А вот концептуально, что не так с подобной ситуацией, этого понимания нет. Наоборот, есть понимание, что, а как же, а в какой смысл иначе быть на этой службе, потому что ударение на слове государственное, быть поближе к государству. А служба, она вторична относительно этого. И вот именно поэтому сейчас у нас ничего не происходит, потому что вот это, то, что мы притащили еще с наших советских времен, и никогда не изменили, оно так и есть.